В Пермском крае завершается период голосования за депутатов различных уровней. Общая явка в Пермском крае превысила показатели выборов 2016 года. Центр общественного наблюдения за выборами в крае посетило более 100 человек. На часах 17.00. Это новости Прикамья в студии Юлия Якушева. Здравствуйте. В Пермском крае проходит последний день голосования. Напомню, впервые в Прикамье 100% постоянных избирательных участков обеспечены круглосуточным наблюдением и возможностью просмотра ретроспективы. Следить за происходящим можно в общественном наблюдательном центре, который расположился на заводе Шпагина. За два дня голосования его посетили более 100 человек. На горячую линию поступило 60 звонков. Подано 5 жалоб, но они не подтвердились. В центре работает сегодня наш корреспондент Кирилл Зыкин. Кирилл, приветствую. Расскажи, как там атмосфера, что известно о ходе выборов на данный момент. Да, Юля, привет. Мы снова выходим на связь с центром общественного наблюдения. Средственно, обстановка здесь спокойная. Никаких новых нарушений не выявлено. Звонки также поступают на горячую линию. Информация вся стекается сюда. Более подробно о работе центра сейчас нам расскажет оператор, эксперт центра Вероника Кочелаева. Вероника, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ходе работе центра. Вот ваши действия при поступлении обращения избирателей. Да, здравствуйте, Кирилл. Обращения нам поступают в основном по горячей линии. И если есть возможность, мы пытаемся дать ответ сразу. И если такой возможности не предоставляется, то по различным источникам мы уточняем информацию и перезваниваем заявителю. Если поступает сигнал о нарушении, то мы обязательно фиксируем это в нашу таблицу. И компетентные органы в лице избирательной комиссии уже дают оценку, было правонарушение или нет. На данный момент выявленных, подтвержденных нарушений не было. А сколько заявлений поступило на пересмотр каких-то конкретных видеомоментов? Есть ли такие? Зафиксированы ли ли случаи? Да, к нам поступали заявления о индивидуальном просмотре с камер на УИКе. И всего таких заявлений было 21. Спасибо за комментарии, Вероника. Юль, я напомню, что сегодня закончится голосование в ровно в 8 вечера. Соответственно, итоги будут оглашены также вечером. Юль, тебе слово. Спасибо, Кирилл. Я напомню, на связи со студией был наш корреспондент. Кирилл Зыкин пока к другим новостям. По данным Краевой избирательной комиссии, в избирательных участках в регионе на данный момент проголосовало более 32% избирателей. Это порядка 635 тысяч человек. Явка на выборы в Пермском крае на 12.00 составила 27%. Для сравнения днем 10 сентября 2016 года, когда проходили выборы депутатов разного уровня власти, явка составляла почти 22%. Но стоит отметить, что выборы длились всего один день. Но активнее всего голосуют в Большесосновском муниципальном округе около 45% и 41% в Березовском муниципальном округе. Столицы региона показатели ниже. Порядка 21%. Самый активный район города – Ленинский. Там явка избирателей составила почти 27%. В Сдежинском индустриальном районах – порядка 20%. В крупных городах региона, по заявлению представителей избиркома, голосуют меньше, чем в муниципалитетах. Мы считаем, что ход избирательной кампании и вот этих трех дней голосования достаточно спокойный, в том числе исходя из количества жалоб и обращений, которые поступили в комиссии. У нас на сегодняшний момент всего семь обращений. Это минимальное количество. Итоговый показатель по явке огласят позже. Специалисты отмечают, что при мониторинге социальных сетей выявляется огромное количество ложных сообщений о якобы нарушениях на участках. Но при проверке они не подтверждаются. Окончательное мнение они огласят по окончанию избирательного процесса. Но я отмечу, в Прикаме работают порядка 1800 избирательных участков. Сейчас комиссии работают в штатном режиме. Избирательные участки будут работать до 20.00. В Пермском крае, завершая за период голосования за депутатов различных уровней, для чистоты выборов за избирателями следят не только через камеры видеонаблюдения. На участках работают наблюдатели и международные эксперты. О промежуточных результатах далее в нашем сюжете. Считанные часы остаются до окончания выборов в Пермском крае. Трудневное голосование началось утром 17 сентября, а завершится в 8 вечера 19 сентября. После этого бюллетени отправят на подсчет. По предварительным данным наблюдателей, процесс голосования проходит в спокойной обстановке, без нарушений со стороны избирателей. Из грубых нарушений, слава богу, ничего не было. На участке 31-22 все нормы и правила соблюдаются. Никаких замечаний как от центральной избирательной комиссии, как и от граждан не поступало. За нашей работой следит общественный штаб наблюдения, который располагается на базе завода имени Шпагина. То есть оттуда все проходит наблюдение. И также за нами наблюдает центральная избирательная комиссия из города Москвы. Также участки инспектируют приезжие иностранные эксперты из Германии и Бангладеша. Для них это не первый приезд в страну. Ранее они были в центральных городах России. И по их заявлению, организация избирательного процесса в Перми и других городах региона на высоком уровне. Спасибо большое за приглашение. Я уже не в первый раз и я наблюдаю очень высокий стандарт как в Москве, так и в Пермском крае. Я считаю, очень важно увидеть такой высокий уровень проведения голосования не только в центре, но и в других городах. Мое итоговое мнение – хорошо. Также сторонние эксперты побывали в общественной палате и на встрече с уполномоченным по правам человека Павлом Миковым. Там они обсудили текущее голосование и выборы, которые проходили в прошлом году. Окончательное подведение итогов состоится вечером на заводе имени Шпагина. На ночь выборов соберутся лидеры политических партий, депутаты, политологи, наблюдатели и члены Центральной избирательной комиссии. Предвыборная агитация перед выборами в Пермском крае прошла также без серьезных нарушений, заявляли телеканал РБК Перм в избирательной комиссии Пермского края. Этот период для кандидатов завершился еще в пятницу. Так вот, с чем партии завершили агит-компанию, подробнее в нашем материале. Избирком Пермского края не выявил серьезных нарушений во время предвыборной агитации. Было небольшое количество жалоб на материалы, подчеркнули там, добавив, что комиссия рассмотрела их в установленные сроки и приняла мотивированное постановление. Эксперты, опрошенные РБК Перм, назвали предвыборную кампанию в Пермском крае безликой и скучной. Шаблонные лозунги, предсказуемый визуал, слабая работа с соцсетями. Общее ощущение, что на самом деле кампания была несколько скучновата. Ну, это мое личное мнение. Некоторые партии пытались какие-то применить технологии, но вот я сказал, что особенностью этой кампании стало то, что кандидаты партии впервые стали в массовом порядке все-таки применять интернет-технологии. Это не так заметно, это не так, скажем, бросается в глаза, потому что это делается через таргет, в социальных сетях и так далее. Вот тут вот, вот это, наверное, новость. Получается, эфиры, соцсети были полны более или менее удачных агитационных материалов, подытоживают эксперты. Что касается тем, то партии скорее напоминали о себе зрителю, чем старались его в чем-то убедить. Наибольшим креативом отметились малые партии, отмечают политтехнологи. Партии парламентской четверки пользовались в основном готовыми шаблонами. Было излишне политизировано, то есть у них было гораздо больше политического, чем некого социально-экономического дискурса. То есть я, честно говоря, не увидел каких-то красивых, мощных идей с точки зрения именно развития экономики, каких-то таких подач практически ни у кого. Все закрутилось вокруг большой политической повестки, ну, условно говоря, за власть, за такую большую условную стабильность, как бы без объяснения, и против власти, и как бы за перемену. Эксперты отмечают, что самая конкурентная борьба разыграется на уровне выборов в Гордуму. Кандидаты в депутаты в этот государственный орган интересуют избирателей, так как именно там решаются бытовые проблемы пермяков. Людей интересуют в первую очередь вопросы их места жительства, да, и их окружения. И поэтому, конечно, Городская дума, тот уровень власти, который принимает решения по этим вопросам, там самая ожесточенная борьба. Также эксперт отмечает, что за прошедший агитационный период можно было увидеть работу политтехнологов, но ни у одной партии нет идеологов, которые бы внятно обозначили политическую программу. Это одна из особенностей предвыборной гонки в этом году. Напомню, что работу избирательные участки начали 17 сентября. За три дня в голосовании примут участие почти 2 миллиона человек и распределят 178 мандатов. Пока на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, а также в социальных сетях. Подписывайтесь и до встречи.